Как быть, если хочется интимных отношений, но при этом не хочется серьезных отношений, но есть и моральные принципы? Спасибо за честный вопрос. Давайте будем смотреть. Наверное, вы достаточно молоды и есть такое серьезное, не очень контролируемое желание получить удовольствие любого порядка, в том числе сексуального, для того, чтобы почувствовать себя взрослым, возможным, и я все могу, или я все в этой жизни уже попробовала. Но на самом деле, когда человек не хочет, тем более мужчина, ответственных, достойных отношений, это немножко настораживает. Это чистая вода использования, и, естественно, последствия, которые могут потом необратимо наступить, они всегда плачевные. Ну, тогда есть вторая половина таких же молодых женщин, которые почему-то решили, что они тоже хотят удовольствия, красивого, достойного, такого, необременительного. Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий. Из расчета я могу себе это все позволить. Тогда вам придется немножко поднапрячься и найти такую женщину или девушку, которая тоже за свободные нравы и взгляды, без каких-то морально-этических ценностей, и просто вот как тот йогурт. Мир подождет, я хочу много сразу и всего. Единственное, что, как любой наркотик, да, вот это же тоже наркотическая такая зависимость. Я много чего хочу, но ни за что не хочу отвечать, и за это на этот человек подсаживается, как на питание, как на секс, как на выпивку, на алкоголь, как на какие-то там бесконечные осознания, нирвану и все прочее, духовные какие-то знания и ценности. В принципе, это удовольствие просто разного порядка. Единственное, вы понимаете, что чем дольше вы в этом будете находиться и испытывать, неконтролируемо, не понимая, что человеку иногда собственные инстинкты нужно ограничивать, из расчета понимая, что все-таки вы личность, и вам жить по жизни, а все у нас тут возвращается, все такое колесо фортуны крутится, то может как-то чуть-чуть перетерпеть и взять себя в руки, и все-таки попробовать переосмыслить свои неконтролируемые желания и попытаться становиться одномоментно и взрослым, и позволять себе удовольствие такого телесного порядка, и понимая всю меру ответственности, какие последуют после этого. Вот человеческая сущность, она должна быть гармонична, где нужно соединить телесные удовольствия, душевный уровень эмоционального комфорта, чтобы не истерить или не падать, и одномоментно быть человеком, духовно развивающимся существом. Кроме нашей души у нас больше ничего нет, а душа, она четко знает, чего мы хотим. А мы так часто привыкли себя обманывать, подменяя, заменяя, требуя что-то от себя, что-то от других людей. Но чем дольше вы находитесь в таком пресловутом поиске, пытаясь насладиться, на самом деле любые телесные удовольствия или наслаждения, они конечны. Все приедается, приедается, как, не дешево, пословица у нас есть такие русские, больше приелся, хочется супа, да. И бесконечная смена партнеров, и бесконечное желание еще как-то, еще как-то все это разнообразить приводит всегда, ну, не к очень хорошим занятиям. Так что вот пока вы начинаете свой взрослый жизненный путь как мужчина, может, вы немножечко посидите и переосмыслите как-то свои желания, посмотрите хотя бы на перспективу 3-5 лет вперед, к чему это может привести. Потому что не думая, а только желая, требуя, обосновывая и подстегивая себя как кнутом к тому, что я могу, я хочу, мне надо, это всегда эмоционально пагубно, такое есть понимание выгорания. И когда перекушал, переел, пересытился, перетрудился, все с приставкой «пере» откатывает человека в то исходное состояние уныния, такого разочарования и, к сожалению, нежелания, чтобы это или повторять, или делать, или возобновлять какую-то свою новую стезю в жизни. Так может сначала, пока еще не столько уж накоплено таким непосильным трудом, может потихоньку, потихоньку, но очень достойно идти к тому, чтобы все удовольствия, всех трех уровней, они соответствовали такому красивому названию «жизненный путь». Чем спокойнее и ровнее человек пытается осмыслить свою жизнь, не понимает, что на сегодня не заканчивается. И после любого соития происходит, нужно вставать и друг другу как-то смотреть в глаза, и как-то выкручиваться, может, все-таки не стоит. Вы просто подумайте. Из расчета того любое желание должно человеком быть обосновано. Обосновано, понятно и четкое видение последствий, которые будут наступать. А все остальное, поверьте, есть запрос, есть реализация. Но вот каким способом вы это будете реализовывать, вот тут уже интересная история. Это разрешительная такая моральная база самому себе. Попробуйте, будет интересно, пишите, будем разбираться.